Перелеты по миру ограничили почти месяц назад. Из-за угрозы распространения коронавируса отменены многие поезда. Но в прежнем режиме курсируют пригородные электрички. Какие меры принимают на железной дороге в Иркутской области, чтобы обезопасить пассажиров, расскажет Юлия Шенкарюк. На железнодорожном вокзале Иркутска теперь стерильно, как в больнице. Дезинфицируют каждый сантиметр, чтобы не допустить распространения коронавируса. Пассажиры входят на станцию только после обработки рук. Сотрудники вокзала после посещения медпункта. Там измеряют температуру. За температурным режимом помещений тоже следят, проветривают и проводят влажную уборку. Мы обрабатываем все контактные зоны и поверхности. Это билеты, печатающие автоматы, терминалы и безналичные оплаты. Также информационные стенды, кассовые полки, денежные лотки. Все это обрабатывается каждые два часа. Даже чаще обработка происходит. После того, как пассажиры после приобретения проездных документов проходят в пригородный состав, мы еще раз все дезинфицируем. Дезинфекция – это не все. Важно, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию. Минимум полтора метра. Поэтому теперь близко пообщаться в зале ожидания не получится. В комнате отдыха тоже. На сегодняшний день закрыты комнаты отдыха, детский зал, торговые павильоны. В рабочем режиме остались предприятия торговли, где производится продажа средств первой необходимости. Необходимо для безопасности обрабатывать и транспорт. Поезда и электришки дезинфицируют перед каждым рейсом. К примеру, в депо Иркутск-сортировочной сегодня уже обеззаразили 48 вагонов. А в этом, как и еще в одном новом электропоезде, воздух и вовсе очищается самостоятельно. Каждый вагон электропоездный П-3Д оборудован системой обеззараживания воздуха, которая находится в системе вентиляции. Именно в этой части. Но даже принимая во внимание все эти меры, сотрудники железной дороги рекомендуют сейчас совершать поездки только в случае крайней необходимости. И, видимо, к этому совету люди прислушиваются. Ведь за последний месяц пассажиропоток уменьшился в два раза. Юлия Шенкарюк, Андрей Назаров. Новости по будням. Юлия Шенкарюк, Андрей Назаров. Новости по будням.